Часть 13. Отец маленькой Меги. На следующее утро хоронили малешку. Когда её положили в маленький гроб, Меги подошла, чтобы взглянуть на сестрёнку в последний раз. На её лице застыла спокойная и мирная улыбка. Меги прослезилась. Но это не были слёзы обиды или горечи. Это были слёзы и печали о вынужденной разлуке. Миссис Блоссом взяла Робина с собой на кладбище, а киска осталась дома с Меги. Дверь в комнату детей была заперта, и ключ Меги хранила у себя под подушкой. Мешочек, в котором хранился маленький ключик от сундука, всегда висел у неё на шее. Она часто, даже во сне, сжимала его, убеждаясь, что он на месте. Отвернув лицо от света, Меги лежала тихо. Мысленно она сопровождала маленький гробик, который по очереди несли миссис Блоссом и её знакомые. Вдруг киска услыхала тяжёлую мужскую поступь. Кто-то поднимался по лестнице. И это должно быть доктор Кристи, подумала она. Но зачем же он остановился у перед дверей мансарды? Почему он дёргает за ручку, пытаясь открыть дверь? Там же никого нет. Киска выглянула за дверь и увидела моряка. Одежда на нём была старая, потрепанная, словно он только что вернулся из долгого путешествия. Лицо его загорело и обветрилось, а чёрные блестящие глаза ввалились. Похоже было, что они привыкли долго и пристально смотреть в морскую даль. На звук открытой двери он резко обернулся. «Девушка», — сказал он, — «не знаете ли вы чего-нибудь о моей жене, Пегги Флеминг, и детях, которые жили здесь?» Пегги писала мне, что они переехали в переднюю часть мансарды. «Это папа!» — воскликнула Мегги из своего угла. «Я здесь!» — «Папа!» — «Остались только я и Робин, а мама и малышка умерли!» «О, папа! Папа!» — «Наконец-то ты вернулся домой!» Отец прошёл мимо киски в комнату, где на матрасе сидела Мегги. Лицо её было жалостным, и она протягивала навстречу ему худенькие ручки. Отец взял на матрас и взял её в свои большие, сильные руки. С минутой Мегги лежала и не шевелилась. «Ох!» — наконец произнесла она и вздохнула. Вздох был такой, словно сердце её было совершенно разбито. «Я старалась присматривать за Робином и за деньгами, и они в порядке, только сестричка умерла. Но не расстраивайся сильно, папа! Здесь не очень хорошее место для малышей!» «Расскажи-ка! Мне всё по порядку!» — попросил Роберт Флеминг, глядя на киску и продолжая держать на руках свою дочь. Киска рассказала ему всё, что знала о том, что случилось по соседству. Времени от времени отец Мегги издавал тяжёлые стоны. Он с нежностью целовал бледное лицо маленькой Мегги. Отец спросил, почему она не позволяла никому из соседей, даже киске, помогать и жить с ней. «Я обещала маме!» — прошептала Мегги ему на ухо. «Никогда не позволять никому входить! Она боялась, что они узнают о сундуке, который под кроватью, и как-нибудь в него заберутся. Мы боялись за деньги, понимаешь? Но они в полной безопасности. А вот ключ и письмо, которое прошло после того, как умерла мама». «Но это же письмо от меня!» — воскликнул отец, разглядывая его снова и снова. «Точнее, его написал пастор из госпиталя. Он написал ей всё, что она должна сделать. Деньги в сундуке были моими, Мегги, и я написал ей, чтобы она взяла часть из них для себя и для детей. «Мама думала, что они принадлежат одному из твоих товарищей!» — сказала Мегги. «И поэтому мы очень боялись, чтобы их не украли!» «Это моя вина!» — горестно произнес Роберт Флемин. «Я сказал так ей, боясь, что она их потратит попусту, если будет знать, что они мои. Но если бы я только знал!» Он не смог договорить, а только порвел рукой по голове маленькой Мегги. Она почувствовала, как его горячие слёзы падали ей на лоб. «Не плачь, папа!» — проговорила девочка, поднимая свою слабую ручку к его лицу. «Бог заботился о нас и о малышке, несмотря на то, что она умерла. Он сделал всё, о чём я его просила». «А ты просила его, чтобы он сделал меня хорошим отцом?» — спросил он. «Зачем?» «Ты всегда был хорошим, папа!» — ответила Мегги с любовью и удивлением. «Ты никогда нас не бил, когда приходил пьяным. Мы с Робином всегда говорили, Боже, благослови папу!» «Я точно не знаю, что значит благослови, но думаю, это что-то хорошее!» «Ах!» — ответил отец с глубоким вздохом. «Он благословил меня. Когда я болел, Бог показал мне, какой я ужасный грешник, и что в этот мир пришёл Иисус Христос, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Я могу утверждать это, как и любой другой, и в Библии написано, что Он возлюбил меня и отдал самого себя. Да, моя маленькая Мегги, Он умер, чтобы спасти меня. Я пережил это, я поверил этому. Я увидел, что мне некому больше идти, как только к Иисусу. Я был бедным, несчастным, пропавшим грешником, и когда напивался, то был не лучший скотины. Пока я болел и лежал, я думал над этим снова и снова, а теперь, слава Богу, я стал христианином. Я понимаю, что это и есть благословение, моя маленькая Мегги». В это время открылась дверь и в комнату вошла Миссис Блоссом, ведя за руку Робина. Прошло больше года с тех пор, как Робин видел своего отца. Мальчик попятился назад и спрятался за Миссис Блоссом. Мегги позвала его, и в голосе её звучали радостные нотки. «Иди сюда, Робин, это же папа, которого мы так долго ждали!» «Папа, он немножко боится, но он полюбит тебя, как только признает!» Скоро Робин осмелел и сел отцу на колено. Мегги, улыбаясь, лежала на матрасе. Некоторое время отец молча обнимал сына. Временами на глазах его появлялись слёзы. Он не мог забыть ни на минуту о переживании его маленьких детей. «Я думаю!» – весело произнесла Миссис Блоссом. «Что это не место для отца с детьми? Мне до смерти страшно ходить через этот ужасный двор! Надеюсь, вы не собираетесь оставаться здесь, мистер Флемин?» «Нет-нет!» – отрицательно качая головой, произнес моряк. «Порядочный человек не может жить здесь, а тем более христианин!» «Тогда идём пока что к нам!» – сердечно пригласила Миссис Блоссом. «Мы с мистером Георгом уже говорили об этом, и он сказал, когда вернётся отец маленькой Мегги, пусть они все перебираются к нам. Розочка и дети будут жить в моей комнате, а вы вместе с ним. Будет немного тесно, но если вы не возражаете, то так и сделаем. А если есть вопросы, пожалуйста, не молчите!» Роберт Флеминг, конечно же, не возражал, а с благодарностью принял сердечное приглашение. Ему не терпелось уйти из жуткой атмосферы ангельского двора. Он принёс в комнату киски сундук и, открыв его, вытащил оттуда свёрток с сорока фунтами. Там же лежали эквитанции на заложенную одежду, на которые он посмотрел с болью. Проверив всё содержимое, он запер дверь и на руках понёс Мегги вниз по лестнице, а затем через двор. За ним шли миссис Блоссом и Розочка с Робином. До них доносились громкие голоса, люди скандалили и спорили. Дети, грязные и оборванные, обступили Мегги и её папу и шумом сопровождали их вдоль улицы. Маленькая Мегги смотрела на окно мансарды, откуда часто и подолгу она выглядывала отца. Затем она, с сожалением, посмотрела вокруг на группу несчастных детей, собравшихся возле неё. Закрыв глаза, девочка тихонько стала шептать. Слова молитвы она произносила из сердца так тихо, что даже её отец не мог их расслышать. Пожалуйста, Боже, благослови всех и сделай их хорошими.